МЕЛОЧИ ЖИЗНИ Вот еще одно выражение, которое не уставало повторять мадам Коко. Уход за собой должен начинаться с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. О делах сердечных поговорим прямо сейчас. Открывает программу рубрика «Будьте здоровы». Современный ритм жизни, стрессы, неправильное питание. Вот вам и инфаркт. Что же делать? Сегодня в Белгородской областной клинической больнице святителей Асафа разработана программа по ранней диагностике людей, входящих в группу риска. Вместе мы победим. Нет инфаркту. Новый проект стартовал с 12 января этого года. Кардиологический центр Белгородской областной клинической больницы святителей Асафа предлагает пациентам полный спектр современной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Многие белгородцы уже воспользовались возможностью узнать о состоянии своего сердца. В числе небезразличных к своему здоровью и этот молодой человек. Знакомьтесь, Юрий. 41 год. Женат. Воспитывает четверых детей. Зашел на сайт областной больницы и увидел, что есть такая программа. Позвонил, записался. Утром я к 8 часов приехал сюда, меня встретила медицинская сестра и персонально со мной занималась, проводила по всем кабинетам. В общем, замечательно. Мне очень даже нравится. В удобное для вас время в сопровождении медсестры без очереди вас осмотрит кардиолог, назначит обследование, а по результатам диагностики – лечение. Подробную информацию о программе «Вместе мы победим. Нет инфаркту» можно найти на сайте Белгородской областной клинической больницы святителя Иосафа. Белокабе.белздрав.ру в разделе «Услуги». Также можно позвонить по телефону в Белгороде 36 00 46. Продолжаем тему красоты и здоровья. Уколоться один раз и на долгие месяцы забыть о морщинах. Примерно так позиционируют ботокс многие клиники красоты. С одной стороны, это заманчиво, с другой – немного страшно. Ведь препарат содержит токсин ботулизма, а это самый настоящий яд. Современная медицина его давно приручила. Сомневаетесь? Специалисты развеют ваши страхи. Ботокс – это процедура введения в мимические мышцы одноименного препарата, представляющего собой очищенный и ослабленный нейротоксин ботулина типа А. В косметологии ботокс за короткий срок приобрел очень много сторонников среди специалистов и пациентов. Как вокруг любого чудодейственного средства, вокруг этого препарата вьется шлейф мифов, легенд и страшилок, порожденных больным воображением одних и недостаточной информированностью других. Сегодня мы развеем самые популярные мифы. Сегодня мои собеседники – врачи-косметологи Ольга Животнева и Юрий Мезенцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Миф номер один. С точки зрения омоложения или профилактики старения, применение ботокса не имеет смысла. Препарат только временно устраняет морщины, но не улучшает состояние кожи. Совершенно верно. То есть препараты ботонистического токсина, они не улучшают качество кожи. Они просто на какое-то время расслабляют мышцы. И за счет этого достигается улучшение внешнего вида. Также в этом плане очень большое заблуждение, что это препарат именно антивозрастной. Нет, в принципе, 45-50 лет – это уже относительно противопоказания к данному препарату. И препарат, он больше показан для профилактики мимических морщин, для достаточно молодых пациентов. То есть как только появились складки мимические, можно воспользоваться этим препаратом, чтобы они не углубились, не стали более глубокими. Существует ряд противопоказаний, как абсолютных, так и относительных. К абсолютным относится аллергия на ботулотоксин, серьезные заболевания легких, эндокринные системы и выраженное опущение верхнего века. А к относительным относится беременность, грудное вскармливание, инфекционные заболевания. Миф номер два. Ботокс вызывает привыкание, и с каждой новой процедуры нужно увеличивать дозу препарата. Нет, это однозначно не так. Дело в том, что, наоборот, в течение, если человек периодически использует эти инъекции, он отвыкает, хмурится. И, в принципе, через год-два после периодических инъекций мы идем на уменьшение количества препарата, потому что человек уже не хмурится в том объеме, в котором он хмурился изначально. Миф номер три. Ботокс используют не только для омоложения, но и для лечения многих заболеваний. Все правильно. То есть это препарат лечебный, изделие медицинского назначения. Эти препараты используются для лечения таких серьезных заболеваний, как детский церебральный паралич у детей, когда есть выраженный мышечный спазм. Он используется в неврологии для реабилитации постинсультных больных. Миф номер четыре. Ботулотоксин накапливается в организме, и это может привести к серьезным последствиям, таким как отравление, атрофия мышц, расстройство нервной системы. Часто задают вопрос, что ботулотоксин является ядом. Да, действительно, на самом деле это яд. Но, однако, хочу напомнить, что ядами являются многие лекарства, которые спасают жизнь человека. Но в микродозах, в которых используется он именно в косметологии, он не может навредить человеку. И тем более, что он очень быстро выводится из организма. Сам препарат, именно ботулотоксин, находится 2-3 дня в организме, максимум неделю. То есть эффект 3-4 месяца – это эффект уже воздействия самого препарата, но сам препарат уже не находится в организме. И, соответственно, никакого накопления этого препарата не существует. Миф номер пять. На многих пациентов инъекции ботокса вообще не действуют, даже после введения больших доз препарата. Статистика говорит об обратном. То есть не восприимчивость к препарату ботокса, диспорта, есть у 0,5% населения. В моей практике встречалась всего одна клиентка, у которой была не восприимчивость к этому препарату. Миф номер шесть. Инъекции ботокса часто называют процедурой обеденного перерыва. Да, и еще называют уколами красоты. Потому что можно на самом деле прийти во время обеденного перерыва, сделать эти процедуры. Через 15 минут уже не будет никакого покраснения на лице. Можно вернуться опять к своим делам, к работе, к бизнесу. Процедура занимает всего 10 минут и, в принципе, не требует вообще никакой реабилитации. Другой вопрос, что, естественно, к этой процедуре есть медицинские показания. То есть это нельзя просто решить. Я сегодня уколюботок ставлю, пошел, уколу нет. Естественно, это должно быть к этому показания. Миф номер семь. Ботокс искажает мимику, и лицо становится деревянным. Это ошибочное мнение. И оно связано с тем, что многие специалисты работают с слишком большими дозировками, для того, чтобы, собственно говоря, сумма процедуры была более высокая. На самом деле, если использовать небольшие дозировки, соответственно, для клиента будет это меньшая сумма. То есть мимика будет выглядеть живо, и выглядит это все будет очень естественно. Хочу напомнить, что существуют антидоты и физиопроцедуры, которыми можно быстрее нейтрализовать действие ботулотоксина для тех, кому не понравилось, как выглядит его лицо после процедуры. Прежде чем делать уколы красоты, о чем должен знать пациент? Вправе ли он потребовать сертификат на препарат или сертификат доктора, разрешающий проведение подобных процедур? Каждый флакончик, который используется, у него есть отдельный сертификат. Сертификат должен совпадать непосредственно с номером на самом флаконе. Сам препарат набирается только в присутствии пациента. И пациента это не надо требовать, это вообще должно быть само собой разумеющимся. Быть или не быть ботоксу, решать вам. Надеемся, рекомендации специалистов помогут вам сделать правильный выбор. Уютный дом – это рубрика, название которой говорит само за себя. Покупать бытовую технику или электронику – дело не из легких. Но мы знаем место, где опытные продавцы-консультанты готовы прийти на помощь каждую минуту. А еще здесь постоянно действуют акции и спецпредложения. Добро пожаловать в сеть магазинов бытовой техники и электроники «Медиамаркт». Хороших акций много не бывает. «Медиамаркт» не перестает удивлять. На этот раз купить бытовую технику и электронику можно по очень выгодной цене. Только два дня – 30 и 31 марта. Магазин «Медиамарт» отменяет НДС на всей категории товаров. Цена в магазине будет стоять без учетов скидки. Каждый покупатель сам сможет рассчитать скидку. Все очень просто. Воспользуйтесь формулой. Цену товара без скидки умножаем на 100 и делим на 118. Давайте вместе рассчитаем стоимость, скажем, вот этого телевизора. Например, возьмем телевизор стоимостью 14 999 рублей. Умножаем его на 100 и делим на 118. Получается 12 700 рублей. Ваша выгода составляет 2300 рублей. Согласитесь, весомая скидка. Итак, еще раз. 30 и 31 марта цена на технику без НДС. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Продолжаем программу и меняем тему разговора. Конкурс «Рисуем. Добрый мир вокруг» продолжается. Ежедневно в редакцию приходят письма с красочными рисунками. А это работы воспитанников «Разуминского детского дома». Каким видят добро эти мальчишки и девчонки в репортаже моей коллеги Олеси Плутахиной. «Разуминский детский дом». Сегодня здесь живет 32 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. В этом году детскому дому исполняется 20 лет. За это время выпускниками «Разуминского детского дома» стали 48 мальчишек и девчонок. Каждый год ребята проводят так называемую «эстафету добрых дел». Ухаживают за территорией «Разуминского храма», сажают цветы у дома совета ветеранов, ходят к ним в гости. Ребята стараются не словом, а делом показывать, что добро живет в сердце каждого человека. Доброта – это когда ты помогаешь бабушке по чем-то. И можно помочь убраться ей, помочь, перейти дорогу. Солнце светит, можно улыбаться. Это когда идешь по улице и встречаешь человека, который улыбается. Тебе и тесто становится на душе теплее и ярче. Люди друг другу помогают, ухаживают. Когда на улице хорошо солнышко светит. Когда люди счастливы, когда все хорошо. Наши ребята очень любят участвовать во всевозможных конкурсах. Где что увидят, где что услышат. Где будет сразу Елена Николаевна, будем рисовать. И ваш конкурс не стал исключением. Дети его сами увидели в передаче «Мелочи жизни». Прибежали ко мне, предложили участвовать. Это важно. Именно ваш конкурс был для девочки Жени Басовой. Эта девочка особенная. Ее называют «Хрустальной девочкой». Она у нас не ходит в школу. Она находится на домашнем обучении. Поэтому передвигаться за пределами детского дома у нее возможностей очень мало. И именно выразить себя, показать себя. Вот именно в конкурсах, в рисунках. Вот это у нее окошечко какое-то. Женя Басова и Дина Маслова – лучшие подруги. Активная Женя стала инициатором участия в конкурсе «Рисуем добрый мир вокруг». Зная художественный талант своей подруги, предложила сделать рисунок вместе. Скромная Женя согласилась. Ее фамилия и значится в графе «Автор». Дина помогла подруге проявить себя. И это тоже добрый поступок. Я нарисовала с подругой Диной этот рисунок. Нарисовали перед воскресеньем, перед праздником. Здесь нарисован добрый человек, верующий в Бога. Воспитанники детского дома часто посещают Разуминский храм. Потому для многих из них добро – это надежда и вера обрести свою семью. Вот и Оля Бычкова над темой рисунка долго не думала. Я нарисовала храм. Вот тут люди с иконой молятся. Тут дома. Когда они захотят, могут пойти в храм. В храм ходят добрые люди. Молятся за родных. А еще эти ребята очень любят мастерить своими руками. В детском доме много работ, которые воспитанники сделали сами. Мы заранее знали об их увлечении, потому решили подарить диски с уникальной программой «Мир и Белогорье» «Ручная работа». Теперь эти мастер-классы от белгородских умельцев без преувеличения станут настольными пособиями для разуминских ребятишек. Мы в качестве подарка приехали к вам. Спасибо за то, что нас приняли. Хотим вам подарить вот два таких диска со всеми выпусками программы. Здесь все очень подробно написано. Но если кто-то из вас смотрел, то знаете, что там можно прям садиться, смотреть, что нужно, что необходимо и все поэтапно делать. Все выпуски программы «Ручная работа» можно увидеть на сайте мирбелогория.ру. Это просто. Заходим на сайт мирбелогория.ру в раздел «Телепроекты» и кликаем на название программы. Все выпуски «Ручной работы» в свободном доступе в любое время. Никита Головин – один из самых маленьких воспитанников разуминского детского дома. С самого рождения у Никиты вместо ножки протез. Но несмотря на это, малыш полон сил, энергии, невероятно улыбчив и открыт к общению. Его добрый мир – это окружающая природа. Никита очень любит животных, насекомых, потому и рисунок получился вот таким. Я нарисовала девочку. Девочка добрая и улыбается. Бабочка хорошая и добрая. Катя Черкашина плохо говорит, а вот рисует удивительно красиво. Она точно знает, какой он добрый мир для каждого ребенка. Этот рисунок нарисовала наша Катюшка Черкашина. Рисунок называется «Моя будущая семья – самая добрая». Она нарисовала здесь маму, папу, дедушку, бабушку и своих братьев и сестер. Она очень мечтает о своей доброй семье. О своей доброй семье здесь мечтает каждый ребенок. И хотя бы так, своими рисунками, эти дети напоминают взрослым, что очень нуждаются в их теплоте и заботе. Малыши, по сути, лишены всей той доброты, которая находится в каждой семье. То и того внимания, то и ласки, то и заботы мамы, папы, бабушек, дедушек. И поэтому мы с ними очень долго думали и решили все-таки поучаствовать. Они были очень рады и довольны, когда рисовали эти рисунки. И поэтому я хочу, чтобы в их жизни всегда встречались добрые и добрые люди. Добрый мир вокруг нас создаем мы сами, потому такие рисунки – лишний повод напомнить о том, что наша жизнь чуть ярче и солнечнее, чем может казаться. Убедиться в этом можно, просто взглянув на рисунки участников конкурса. А я напоминаю, победитель получит главный приз – комплект спутникового телевидения телекарта HD и сможет круглосуточно смотреть первый областной телеканал «Мир Белогория». Рисуйте добрый мир вокруг. Возможно, именно ваша работа окажется самой яркой и запоминающейся. К участию в конкурсе принимаются детские рисунки. Сроки проведения конкурса – с 26 февраля по 28 мая 2015 года. Рисунки принимаются в редакции телерадиокомпании «Мир Белогория» по адресу город Белгород, проспект Славы, 60, с пометкой «Конкурс. Рисуем добрый мир вокруг» или в электронном виде по адресу конкурссобакатвбелгород.ру. Лучшие рисунки определит редакционный совет телерадиокомпании «Мир Белогория». Настало время самой вкусной страницы тележурнала. Любите ли вы кофе? Уверена, большинство телезрителей на этот вопрос ответят положительно. Если нет, то скажу. Значит, вы просто не умеете его готовить. Партнер рубрики «Кушать подано» – кофейня «Бруклин». Единственная в Белгороде кофейня в стиле лофт. Бруклинский мост, спокойная музыка, мягкие диваны – все это позволит вам расслабиться и насладиться вкусными десертами и ароматным кофе. Каждая шестая чашка бесплатна. Кофейня «Бруклин». Свято-Троицкий бульвар 7. Сегодня я вам расскажу, как приготовить два самых популярных вида кофе – капучино и латте. А начнем мы, пожалуй, с капучино. Это кофе. Делается на основе эспрессо и молока. Для этого нам понадобится кофемашина, холдер уже с молотым кофе и молоко в печере. В холдер мы изначально подготовили молотый кофе, примерно 18 грамм на двойную порцию эспрессо. Мы начнем с приготовления эспрессо. Нам понадобится кофемашина, чашка на 300 мл. Дальше нам понадобится заранее подготовленное молоко. Мы взбиваем его паром. После того, как мы его взбили, нам нужно его отбить. Пена получилась густая, плотная. Дальше мы заливаем молоко в эспрессо. Наш капучино готов. Можно пить. А сейчас мы приготовим латте. В отличие от капучино, латте считается кофейным напитком, потому что соотношение молока и эспрессо немного отличается. К одной порции эспрессо, две порции молока и одна порция взбитой пены. Нам понадобится холдер, но уже с одинарной порцией и молоко. Итак, взбиваем. Молоко взбито. Теперь отбиваем. Нам понадобится бокал. Он называется «Айриш». Вливаем молоко. Затем эспрессо. Латте готов. Вот и все на сегодня. Съемочная группа тележурнала «Мелочи жизни» прощается с вами ненадолго. Уже в следующий четверг, 2 апреля в 20.00, мы вновь перелистаем страницы тележурнала. Будем говорить о красоте, здоровье и уюте в доме. А я напоминаю, все выпуски программы «Мелочи жизни» вы можете найти на нашем сайте www.mirbelogoria.ru в разделе «Телепроекты», а также на нашем канале в YouTube. Удачи и процветания вам! И до встречи на телеканале «Мир Белогория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин